Ну и завершающая презентация сегодняшней сессии, я ее сам сделаю, чтобы не создавалось ощущение, что мы занимаемся соглашенным каким-то таким гламуром. Еще и немножко образовательной деятельностью и просветительской. Я хочу вам презентовать проект, которым мы занимаемся тоже уже два года, с ноября 2008 года. Это проект создания информационных центров по атомной энергии. Дело в том, что до тех пор, до 2008 года существовало такое мнение, что информационные центры должны существовать при самих объектах. То есть при атомной станции или при комбинате по обогащению урана. В то время как все эти объекты находятся в достаточно удаленном доступе от областного центра. Там 100-200 километров от столицы региона может находиться атомная станция. А в столице региона основная информационная жизнь, действительно точно основное население, в том числе и подрастающее поколение. Основная масса учащихся находится тоже в столице региона. То есть не в Удомле, Волгодонске, Полярных Зорях, а в Мурманске, Ростове, Дону, Твери и так далее. И мы начали открывать такие информационные центры, которые свои главные задачи имеют не просто отработать их на пиар-поводах, а главные задачи имеют именно такой просветительского проекта. Давайте, поехали первый слайд. Что показывают социологические опросы? Что у нас есть недоверие к средству массовой информации. Люди традиционно боятся ядерной энергетики, потому что не понимают, почему там происходит выделение энергии. Это абсолютно для обывателя непонятно, причинно-следственная связь. Существует много негативных стереотипов. Между тем, радиоактивность, как мы знаем, имеет естественную природу, в то время как считается, что это природное, какое-то техногенное какое-то порождение, это один из стереотипов, считается. И две трети населения полагают, что атомная энергетика влияет, атомная станция влияет на экологию, даже в режиме обычной эксплуатации. Дальше поехали. Вот для того, чтобы дать опыт, обучение, познание природы атомной энергии, для того, чтобы воздействовать не только на языке аргументов, но и на эмоциональном уровне, мы начали реализовывать этот проект. А можно мне эту точку, чтобы я сам не говорю? И начали открывать информационные центры. Первые мы открыли в Томске, потом пошли в Воронеж, в Москву, Нижний Новгород. И сегодня у нас действует уже 11 центров. И у нас в стадии сооружения в этом году тоже есть ряд информационных центров, которые будут открыты. Это Екатеринбург, Иркутск, также с Игорема Гурьяновском присматриваемся, ищем там площадку. Я надеюсь, что будет реализован этот проект тоже, поскольку Ульяновск тоже в нашу территорию. Значит, какие инструменты мы используем? Это прямая коммуникация. Дети пришли в мультимедийный кинозал и посмотрели виртуальную программу путешествия в мир атомной энергии на неком высокотехнологичном корабле. Пропутешествовали от одного объекта, по всей цепочке ядерного топливного цикла и, соответственно, буквально со мной атомные станции. Примерно 2 тысячи человек в год проходят через такой центр, потому что там главное помещение всего 36 посадочных мест. Соответственно, позавчера, за два года реализации проекта, наш информационный центр посетил 200-тысячный зритель. При том, что 80% из этих 200 тысяч, согласно анализу, который мы видим, это школьники. Как это выглядит? Ну, это большой панорамный экран, три канала информируют. Здесь вот еще персональный монитор, которым дети тоже пользуются. На персональном мониторе, в дополнение к рассказу виртуального лектора и его ассистентки, представлена такая графика, которая позволяет усваивать лучшее трудное содержание, о котором мы говорим, потому что даже простыми словами говоря о природе атомоэнергетики, все равно на ухо учащегося, конечно, даже это простое, с нашей профессиональной точки зрения, содержание ложится очень тяжело. Целевая аудитория для нас — это школьники. Мы прицелились в аудиторию 5-10 класса, хотя у нас посещают иногда и первоклассники. Шираков к нам приходит и 2-го по 1-й класса. Особенно, если мы говорим об удаленных территориях, например, Томск, то туда вообще приходят на привык иногда и дошколят, просто потому, что им интересно побывать в такой абсолютно другой интерьерной атмосфере, посмотреть несовременные средства мультивидной презентации. Ну, какие главные сообщения получают зрители в виртуальной программе? Это то, что, хотя это естественное свойство элемента, то, что атомная станция не наносит никакого вреда окружающей среде. В стандартном режиме эксплуатации все домливо остается внутри, в отличие от других типов генераций, никакие продукты сгорания не влетают в атмосферу. То есть, такие базовые вещи, которые кажутся нам очевидными, но соцзапросы показывают, что, конечно, население пребывает в неведении по поводу природы, атомной энергии и вообще причинно-следственных связей. Но этому удивляться не следует, потому что в презентации приводились такие данные, и 32% населения Российской Федерации считают, что солнце крутится вокруг Земли. Вот как бы это такая реальность, не говоря о других результатах этого исследования, которые с точки зрения знаний отечественной истории являются еще более отличающими. Для того, чтобы аудитория была не только пассивным слушателем, но и повлекалась в процесс обучения и закрепления материала, есть такая интерактивная консоль, которая позволяет отвечать им на вопросы виртуальных викторин и играть в игры, в частности, одна из популярных в Сибири, атомную станцию. Это такой базл, такие компьютерные пятнашки. Я сразу могу сказать, что взрослым практически никогда не удается собрать за три минуты эти пятнашки. Дети, да, у них получается. Ну и для того, чтобы мы могли воздействовать и на родительскую аудиторию, которая, в принципе, трудно обучаемая, об этом уже говорили, что у простого человека трудно чему-то учить заново. Естественно, там масса раздаточного материала. Школьники приходят домой и спрашивают, Маша, что вы сегодня делали? Она сегодня водили в центр «Паттон» на энергии, дали майку или мы выиграли, победили в викторине, нам дали призы, книжки. Детский писатель, известный в России, Григорий Ройстер, написал нам такой прекрасный труд, который называется «Экзамен по атомной энергетике». Соответственно, в своей стилистике, где на простые вопросы дается несколько самых парадоксальных, один из которых правильный ответ. Итоги, вот можно посмотреть, эффективность проекта по данным исследований, которые мы заказываем в регионах. 95% посетителей хотят прийти еще раз, 62% уверены, что современные атомные станции безопасны, 65% думают, что через 50 лет атомная энергетика будет эминировать. Вот важный показатель. 65% родителей хотели бы тоже посетить информационные центры вместе с детьми после вот их рассказа. И 57% изменили свое отношение к атомной энергетике, стали более позитивно настроены. Опять же, после того, чтобы узнать, что их ребенок сходил или его вместе с школьным классом привели в такой информационный центр. Что важно, поскольку мы заинтересованы не только, чтобы у нас ребенок пришел туда единожды, но и хотели бы, чтобы он стал постоянным посетителем информационного центра по атомной энергии, просто чтобы возникла такая привычка туда ходить. Мы показываем там не только основную базовую программу, которая была специально по нашему заказу изготовлена, компанией, которая делает программный продукт, но и договорились с ними, что они нам разрешают там транслировать и другие 45-минутные виртуальные уроки, такие как планета Земля, история астрономии города мира и путешествия в Санкт-Петербург, что тоже очень интересно, потому что, ну вот представьте себе, допустим, дети из Красноярска, Новосибирска, Томска, то есть из удаленных регионов, когда они смогут попасть в Санкт-Петербург и смогут ли для того, чтобы посмотреть, насколько это красиво, прекрасный город. В данном случае наш центр представляет такую возможность. Да, это непрямая наша цель, казалось бы, причем из Росатом и пропаганда красот Санкт-Петербурга. Но нам важно, что это происходит именно в центре Баттонной энергии, что вот этот процесс познания, позитивного познания происходит именно на нашей площадке. Кроме того, мы начали реализовывать целый ряд проектов смежных, опять же, с той логикой, что нам хорошо, для нас хорошо, если информационные центры становятся точками такой позитивной активности. Вот в Нижнем Новгороде действует школа волонтеров. В Санкт-Петербургском центре проходит День науки. Фестиваль науки и технологий проходит в Мурманском центре. Кстати, на Мурманском информационном центре базируются на уникальной площадке Атемный летокол Ленин, первый атомный летокол в мире, который сейчас оборудуется под музей Атемной энергетики. Он принял в себе в том числе информационный центр по атомной энергии. То есть, приходя на летокол, туристы имеют возможность зайти в наш центр атомной энергии. У нас с понедельника по пятницу в основном планы посещения группы. Тут, конечно, все зависит от руководителей центров, от их активности в регионе. Но у нас есть, например, такой случай в Новосибирске, где центр возглавляет бывший директор департамента образования. У нас уже вот эти вот таймслоты, сейчас скажу, время посещения уже перебронировано на три месяца вперед. Где-то более свободное. Ну, в любом случае, через интернет можно записаться в любой из информационных центров, которые существуют в стране. А суббота, это день открытых дверей, любой может прийти без всякой предварительной записи, просто с улицы заходят и смотрят программу путешествия мира атомной энергии. Хотя это, конечно, менее эффективно. У центров есть свой сайт, и, что немаловажно, на этом сайте интересующиеся люди, на интересующиеся дети и их родители могут найти много информации, которая есть и доступна, но, естественно, в школьных библиотеках не существует. А здесь есть электронная библиотека с книжками, которая помогает лучше разобраться в предмете. Если действительно посещение информационного центра, она стала катализатором к поиску более глубоких знаний об отрасли. В прошлом году у нас укороченная версия информационного центра атомной энергии экспонировалась в российском павильоне 2010 на мировой экспорт в Шанхае. Мы видим, Сергей Валерьевич ведет экскурсию по нашему павильону для президента и для заместителя-председателя и показывает в том числе наши презентации. Ну и тоже мне очень приятно, что европейское ядерное общество, которое проводит ежегодную конференцию Public Information Materials Exchange в прошлом году конференции по геологии в Будапеште. И там проходит среди участников конференции голосования из шорт-листа выбирается наилучший коммуникационный проект кода. И в прошлом году как раз именно проект информационных центров отбатанной энергии созданных матогидами Росатома в России был признан лучшим коммуникационным проектом в Европе в области атомноэнергетики и промышленности. Благодарю вас за внимание. На этом последняя презентация нашего сочинства стала закончена. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Я думаю, что участники тоже туда. Пожалуйста. Абсолютно бесплатно. Это некоммерческий проект, поэтому мы перед тем, как создавать информационный центр в какой-либо из столицы регионов, выходим с первой просьбой к региональным областям, чтобы нам предоставили помещение, потому что просто для некоммерческой организации арендная плата это абсолютно непосиленная нарушка. И вопрос номер два. Скажите, пожалуйста, какое состояние дела с павильоном Русатом на Русатом? Ну, состояние дела такового. Дело в том, что, как вы знаете, наверное, павильон Российская Федерация павильон номер 71, а до этого павильон энергетикам ОВЦ сейчас торговая площадка вышла восстановление правительства о передаче Русатома. Вышла она уже два года назад, но она вышла о передаче вместе с так называемой пристройкой к нему. А на пристройку были зарегистрированы уже права неких других лиц, я не знаю, павильонных, не павильонных с лучшим руководством УБНК. Это вообще не предмет нашего дома. Короче, мы прошли уже несколько судебных процессов для того, чтобы поставить право Российской Федерации, затем и право Русатом на строение. К сожалению, армитражный суд имеет такую практику, что если права зарегистрированы, то их уже оспорить очень трудно, практически невозможно. Поэтому, скорее всего, мы встаем перед необходимостью выпускать новое постановление правительства, которое бы разрешило нам оформить право собственности на павильон без этой пристройки, боксной пристройки. Китайские товарищи как продолжали торговать, пусть, видимо, и продолжают торговать, потому что такая патовая юридическая ситуация. Как только зарегистрируем права, то будем готовы создавать там отраслевой музей. У нас был такой план, несмотря на всю эту казуистику юридическую, на месте проект не стоял, и за прошлый год компания, которая выиграла конкурс, разрабатывала концепцию отраслевого музея, сейчас она уже разработана, и как только дается зеленый свет, то, я думаю, мы сразу сможем приступить к ремонтам работы, для того, чтобы создавать там отраслевые экспозиции. Программа для информационных центров. Новая программа для информационных центров планируется. В этом году мы предполагаем, что мы все-таки сделаем программу, посвященную судовым реакторным установкам. Это ледоколы, подводные лодки и надводные корабли. С точки зрения визуальной это будет не менее увлекательно, чем то путешествие в мир атомно-энергетический, который у нас есть сегодня, та программа, которая есть сегодня. И нам разработчики говорят, что да, про подводные лодки, про использование ледокольного флота, который является в России единственным в мире имеем в виду атомный ледокольный флот. Это перспективно с точки зрения контента, поэтому я думаю, что мы такую программу выпустим. но я хочу напомнить, что, насколько у нас целевая аудитория это 5-10 класс, если мы, допустим, в Томске за 5 лет пропускаем всех учащихся, которые есть в регионе, то за эти же 5 лет у нас аудитория возобновилась естественным образом, при условии, что демографическая ситуация в Томске в норме. Поэтому, в принципе, это как букварь, он не устареет, его можно модифицировать, немножко дополнять, немножко адаптировать язык к каким-то новым культурным беяниям, но с точки зрения базового контента вряд ли он когда-либо устареет, поэтому у нас информационные центры не стоят перед необходимостью постоянно генерировать что-то новое, просить такой каши, такого у нас нет, хотя новые продукты мы, еще раз говорю, будем создавать. Пожалуйста. Кто работает в этих центрах? Педагоги, физики, адресики? Знаете, это везде по-разному, потому что объявляется кадровый конкурс. Допустим, вот этот конкурс в Новосибирске, это бывший директор городского департамента образования у нас работает. В Мурманске в кадровом конкурсе победила девушка, которая была экскурсоводом в местном музее, но ей хотелось в какую-то новую ступень в своей карьере, то есть у него были амбиции показать себя с какой-то другой стороны. В Нижнем Новгороде, кстати говоря, у нас играл конкурс воспитатель проекта и у нас такой возникли взаимосвязи, поскольку он сам Нижегородец, и являлся сотрудником департамента образования, он возглавлял областной совет детских организаций, что-то такого типа. Это везде очень по-разному, но в любом случае это люди, которые умеют общаться с детьми, которые детей любят, которые этим занимались всю жизнь, и они видят в этом либо новые для себя возможности, либо какой-то карьерный рост, а кто-то видит это для себя таким вот золотым парашютом, такие тоже факты есть, и, кстати, это очень хорошо, опять же, новосибирский пример демонстрирует, что эта практика успешна. Сергей Иванович, есть возможность использовать таких центров так как площадки для живых дематов, продюжи, по науке? Есть ли возможность связать эти центры и единую сеть через интернет? Они связаны в интернете. Я, поскольку про информационные центры много вопросов, пользуюсь случаем представлю вам Александра Владимировича Хаванова, который возглавляет автономно-некоммерческую организацию информационные центры атомной отрасли, можно потом с ним приняться в контактную и дополнительно, если есть какие-то идеи в реализации проектов, соответственно, ему предложить, я думаю, что вы найдете общий язык. Центры связаны в интернете, если, допустим, в МИФИ организуется лекция Велихова, то мы показываем в информационные центры, приходят туда люди слушают через интернет лекцию Велихова. Или наоборот, пришел в Нижний Новгород академик Федор Михайлович Митинбух в информационный центр. И мы можем это показать по всей стране, по своей сети, потому что не каждый раз основателя инструктора быстрых реакторов можно послушать. Не каждый день такая возможность имеется. Коллеги, вообще, как и в МИФИ, как и в МИФИ, пишите,